Челябинск продолжает трясти. Подземные толчки сегодня повторились вновь. Вибрации в многоэтажках ощущались и минувшим вечером. Мы уже рассказывали о странном для региона явлении. Колебания почвы мощностью до трех баллов зафиксировали и сейсмологи. К чему уже привела тряска и как намерены действовать чиновники. Подробности у Дарины Гариповой. Когда на глазах у Марины задрожали стены, она все свалила на головокружение. Но оказалось, поехала крыша в прямом смысле. Теперь кровлю дома украшают огромные трещины. А в квартире Марины посыпалась керамическая плитка. Ни с того, ни с сего начала падать плитка сверху. Вот я стою тут не так давно, значит на меня плитка летит. И мы стали ее снимать, потому что у меня ребенок инвалид. Думаю, ну не дай бог упадет. Уже неделю челябинцы в буквальном смысле трясутся от страха. Больше всего лихорадят жители северо-запада, центрального и советского районов. Здесь после очередной волны вибраций сломались дверные замки. Ключ оставили в двери, пошли за инструментами и пришлось выламывать замок. Сейчас у нас дверь не закрывается. Она теперь боится ездить в лифте, а деньги и документы держит в отдельной сумке ближе к выходу. По словам Марины, подземные вибрации чувствуют и животные. Перед колебаниями начинает метаться по клетке попугай Кеша. Да и барсик успокоился только сегодня утром. Аж сердце все сжимается. Я говорю, эта волна страшная. Я со стулом прямо вот так вот шатаюсь. Причину тряски люди пытаются выяснить в интернете. В социальных сетях люди нашли снимки, которые были сделаны во время подземных толчков. В этот момент, как пишут на форумах, над домами поднимается облако пыли. Чтобы увидеть его своими глазами, в этой квартире даже поставили на окно телескоп. Ну, дом вот так вот, ходуном вот так ходит. Вот. Кроме этого, значит, видно, что шторы колеблются. Люстры у нас не шатаются, но у нас шатаются плафоны на люстрах. Свою причастность к тряске накануне отвергли шахтеры, строители метро и военные. Впрочем, областные чиновники склонны считать иначе. Как заявили в резиденции губернатора, подземные колебания, скорее всего, результат военных учений. У нас в другом терророкруге все воинские начальники. Сейчас мы пытаемся на них выйти. И по получению более-менее объективной информации мы обязательно проинформируем население. Кстати, подземные толчки фиксируются измологические станции. Их сила равна трём баллам. Впрочем, версию природных колебаний в Уральском институте геологии считают маловероятной. Качает челябинцев по вечерам практически в одно и то же время. Поэтому за плывущими стенами и дрожащей мебелью ученые видят человеческий фактор. Скорее всего, это действительно взрывы.